Утро. Володарка. Наша оперативная группа, выехавшая по обращению жителей на месте. Приступаем к опросу свидетелей. Туда ставят на газоны, под деревья ставят грузовые, не только легковые, но и грузовые машины. Мы против. А как-то боролись с этим? Мы боролись. Мы обращались к администрации поселка. Но они походили, фотографировали, штрафовали этих людей. Они все равно ставят сюда, понимаете? Как еще бороться? Драться с ними же не будешь. В основном коренные жители ставят при паркованных зонах, а те люди, которые снимают квартиры, они игнорируют эти вещи. Не участвуют ни в субботниках, ни в благоустройстве преддомовой территории. А аргументация их почему? Им все равно? Им все равно, потому что они временно здесь пребывают. В общем, парковать на газонах не надо, потому что живой природы у нас на поселке осталось очень мало. Ее надо беречь. Бороться за выживание флоры сельского поселения Володарская приехали также неравнодушные молодые люди. Дворники стригут газон, чтобы сделать территорию вокруг домов красивой, зеленой. Но недобросовестные водители уничтожают этот газон своими машинами. Пока на месте правонарушения ребята крепили на автомобиле памятки, в которых автовладельцам еще раз подробно рассказывается, почему не следует вести себя таким образом, мы поговорили с сотрудниками Госадмтехнадзора о финансовой стороне дела. В соответствии с кодексом Московской области об административных правонарушениях, за данное правонарушение предусматривается административный штраф на физических лиц от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. А теперь предлагаю абстрагироваться от эмоциональных оценок и с холодной головой взять калькулятор в руки. Давайте посчитаем, в среднем по Ленинскому району место на платной стоянке обойдется вам в 100 рублей в сутки. Ну а если припарковать железного коня на газон, то заплатить придется 1000 рублей. Арифметика проста. В 10 раз больше. Обычная аргументация незаконно послушных автовладельцев всех районов, всех городов и поселений заключается в следующем. А что делать? Парковочных мест не хватает, застройщик не предусмотрел, администрация не позаботилась, денег на платный паркинг у нас нет. Но только вот подобные отговорки в сельском поселении Володарское неуместны. На территории поселения создана новая парковочная стоянка, на которой мы сейчас находимся. На ней все время существуют свободные парковочные места. Конечно, всем хочется оставить свою машину рядом с домом, чтобы выйти с подъезда, тут же сесть в машину, поехать на работу. Но пройти несколько метров и найти альтернативное место, конечно же, можно. Так вот он корень зла. Обычная человеческая ленебеспечность. Парковочные места в поселении есть. Нет у некоторых жителей желания пройти лишний десяток метров. Мы будем фотографировать автомобили, которые припаркованы на участке местности с зелеными насаждениями. Будем делать запросы в ГАИ и направлять владельцам транспортных жителей административные наказания. Сотрудники Госадмтехнадзора следят за ситуацией по всему Ленинскому району. Поэтому, чтобы не страдали зеленые насаждения, а вместе с ними и семейный бюджет, паркуйтесь по правилам. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.